Во дворе на Энгельсе это уже привычная картина. Латать дыры квартальной теплосети здесь приходилось не раз. Порой изношенный трубопровод напоминал о себе настолько настойчиво, что спецтехнике приходилось наведываться в гости по нескольку раз в неделю. Жильцы двух ближайших многоэтажек частенько оставались без горячей воды в зимнее время и без отопления. Был принят такое решение, так как было неоднократно повреждение по теплоносителям горячей воде. Износ труб составляет 95%, порядка 95%. И было принято решение закупить трубу и поменять на новую. Выражаясь официально, теперь специалисты взялись за капитальный ремонт теплосети. На участке протяженностью около 200 метров заменят сразу четыре трубы – прямую и обратку по отоплению, а также две трубы горячего водоснабжения, включая линию рециркуляции. На работу в целом, если все пойдет по плану, потратят около двух недель. Новые трубы на этом участке решили прогладывать параллельно старому трубопроводу. Это позволит избежать отключения горячей воды, а значит жителям не придется терпеть неудобства. Ну разве что буквально один день, когда специалисты будут заниматься так называемой переврезкой. Пожалуй, единственный минус такого ремонта беспорядок во дворе. Правда, и тут коммунальщики готовы нас успокоить всему, что нарушили, после вернут прежний вид. Мы планируем не скрывать всю зеленую зону. По мере возможности будут вскрываться шурфы, и труба будет протягиваться по лоткам канала. Мы активно работаем по восстановлению тех мест благоустройства, которые мы в прошлом отопительном периоде нарушили в рамках проведения планового капитального ремонта. Новые трубы, как считают теплопоставщики, готовы прослужить им еще 15 лет. Это значит, что местные жители вскоре смогут надолго забыть не только о раскопках во дворе, но и, что самое главное, о перебоях с водой и теплом в квартирах. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кирилова, Область новостей. Юлия Савушкина, Станислав Попов, Ольга Кирилова, Область новостей.